добрый вечер сегодня у нас 43 по счету урок по книге шмот дельный раздел литро снимаемся мы все еще десяти слове по царь тадиброд и предыдущий урок был посвящен заповеди но и елеха ильвимах и рим альпанай чтобы не было у тебя других богов то есть запрет не хочу здесь пользоваться принятым злодом идол поклонства запрет а вода зара то есть чужое служение запрет многобожие язычество довольно подробно мы объяснили этот запрет сегодня хочу добавить только немного к этому запрету мудрецы говорят в талмуде что во время шива цион то есть возвращение после вавилонского изгнания когда изгнанники вернулись снова в ротисраил то они попросили всевышнего нейтрализовать и уничтожить яйца мысли было следующее ведь если есть у нас это сила которую называют яйца рова то что толкает человека в другую сторону существует это только для того чтобы человек ее преодолел она не дана для того чтобы человека вводить в грех наоборот для того чтобы человек ее преодолел но предыдущая история показала что не сумели его перебороть по крайней мере во всем что касалось вода зара во всем что касалось именно служение различным финикийским и канонейским культом еврейский народ не выдержал испытания и результатом то и было изгнание в повелон если так если то что всевышний нам дал для того чтобы мы его перебороли а мы не можем его перебороть у нас не получается тогда нет смысла его существования и так действительно произошло в результате как объясняют сегодня многие авторы нам очень трудно на сегодняшний день понять те поколения которые жили во времена первого храма что за сила толкала и что за сила тянула их к различным языческим культом что они могли найти этих самых культов что что за кровь такая бурлила в их жилах что толкала их к языческим капищам и сегодня на это смотрим как на нечто очень очень странно что уж можно было там найти а это потому что сегодня той самой силы которые толкал людей которые силы которые толкала человека на поиск как мы это точно определим псевдо духовности на поиск негативной духовности которую искали в язычестве и сегодня этой силы нет человек сегодня тянет к чем куда более низменным куда более простым куда более материальным а не духовным ну и что мы можем сказать что теперь нам этот запрет не актуально если у нас нет если мы лишились той самой силы которая толкала человека к язычеству то сегодня это заповедь 2 или 1 этот тибур это речение второе в декалоге но к нам уже больше не говорит не совсем так потому что есть еще в мире многие вещи которые безусловно подходит под определение а вот азара язычество прежде всего я хочу прочитать то что написал один из комментаторов туры жившие достаточно давно свыше четырех сотен лет тому назад аби и цхак арама его комментарии а кидат и цхак и в том числе великое идолослужение ныне чрезвычайно распространенное в мире сосредоточение всех мыслей и усилий на том чтобы преуспеть в делах и нажить побольше денег которые стали для людей могучими богами которые они верят которые они полагаются и ради служения которым отрицается от бога и оставляет его то вот таково существует из а этого самого служи языческого служения и против него предостерегал еще иов как это видно из его слов сделаю ли золото своей надежды скажу ли червонному что на него полагаюсь порадуюсь ли богатство имение моего тому добру что обрела моя рука ну когда человек описывает то что очень распространено в его время мы можем только улыбнуться а что в наше время это явление не распространено ну и уже в то время тоже было сосредоточение всех мыслей и усилий человека на том как бы только преуспеть в делах в бизнесе в карьере заработать побольше денег а с другой стороны ну есть такое явление конечно почему он связывает его с авгазора почему он связывает стремление к стяжательству к заработку к обогащению с язычеством служением чужим богам разве вообще есть что-то греховное в том что человек зарабатывает деньги или даже много зарабатывает нет конечно худаизм никогда не проповедовал идеала бедности нищенства и так далее наоборот мы все начинаем весь наш исторический путь начался с Авраама который показывает что Авраам был богатым человеком состоятельным даже показывает пути которые он разбогател его сын Ицхак еще большее богатство браха который изливается на него благословение которое исходит и он становится все богаче и богаче и богаче который не видит в этом никакого ничего негативного более того в алахе вопрос материального благополучия является фактором который принимается безусловно в расчет к примеру есть целый ряд ситуаций в которых если мы спросим раввина вот что будет у меня на кухне предположим случилось так то и так то и так то он скажет ну да получилось нехорошо это есть нельзя может быть даже ну а если получается что это эфсед мируде то есть это большой большой убыток получается и понятие большого убытка в алахе оно относительное в соответствии с тем человеком для одного человека курица которую придется выбросить это уже большой убыток другого человека даже целый картон таких куриц не будет большому убытку но так или иначе там где это большой убыток там в целом ряде случаев алаха изменяется и раввин услышав подобный вопрос и поняв что здесь речь идет о большом убытке скажет это разрешено это можно то есть безусловно на первый взгляд ничего плохого в том что люди стараются заработать ничего такого нет но китайцы хак говорит о другом не о желании людей а заработать а о том что сосредоточение всех мыслей и усилий на том чтобы преуспеть в делах и нажить побольше денег в том что деньги и нажива становятся сверх целью человека ради которой он живет ради которой он трудится ради которой все направлено на эти и этим как любая вода зара любое любое язычество оно всегда требует жертв не обязательно кровавых но обязательно жертв и ради этого человек готов пожертвовать всеми остальными вещами своей совестью своей честностью своим богом законом и торы вот в этом штука что же такое вода зара а вода зара это если принять широкое определение это превращение средства в цель в самоцель что это означает а вода зара началась с того что люди поклонялись различным уже это упоминали ангелам служителям ибо понимали что Всевышний управляет миром при помощи целого ряда передаточных механизмов называемых ангелами или еще кто то и вот им то и стали служить считая что подобно тому как это устроено у нас на земле если я если мне необходимо какие-то блага или решение каких-то проблем наших земных то мне следует обращаться не к самому большому начальству до него далеко а к тем которые к средним уровнем управления к тем которые ко мне поближе так наверное и здесь следует обращаться к ангелам а в дальнейшем с какого момента это становится уже окончательным язычеством в тот момент когда оторвалась их связь то есть этих самых ангелов те самые силы через которых происходит управление миром их стали воспринимать как отдельно существующей силой обладающее возможностью влиять обладающей возможностью решать это то есть оторвали вот это вот звено из цепочки управления по которому происходит управление миром по которому воздействие исходят на этот мир и превратили его в нечто существующее самостоятельно в этот момент и произошло произошло создание того что называется аудазара то есть язычество превращение одного звена превращение с звена в цепочке средств превращение его в цель и в результате получается что хотя современном мире хоть бы люди уже не поклоняются ни зевсу громовержцу не аполлону бельведерскому не венере все это ушло в прошлое языческие божества кто о них уже сегодня помнит это да но человечество постоянно постоянно создает себе новые божества в тот момент когда берется какая-то ценность и даже ценность которая сама по ценность но ценность относительная и она превращается в абсолют в абсолютную ценность в сама цель в высшую верховную цель ради которой которые следует принести в жертву все остальное в этот момент человечество опять и опять грешит идолопоклонство оно создает себе очередного кумира и такими кумирами могут быть самые разные вещи даже сами по себе совсем не отрицательно при возьмем один пример известный очень в двадцатом веке музыкант дирижер герберт фон караян его как-то спросили интервью в каких он отношениях с господом богом он откашлялся и сказал мой бог музыка вот как раз очень типичный пример музыка хорошая вещь замечательная вещь она многим-многим скрашивает человеческую жизнь украшает углубляет ее обогащает и она музыка может служить разным целям приходит человек вырывает ее и говорит нет это сама цель ради нее я живу ради нее я отдаю все что у меня есть и ради него я готов нее я готов пожертвовать всем что у меня есть и он действительно пожертвовал своим именем и репутацией ради музыки он превратил то есть действительно этот большой большой музыкант он дал поклонник он не поклонялся башку из из мрамора он поклонялся музыки она превратилась для него божество она превратила для него цель точно также человек который ставит очень широко распространилась в двадцатом веке новые ценности которые скажем раньше были малопочитаемые в двадцатом веке они превратились в очень большие ценности национализм нация национальность или еще лучше государство государство замечательная вещь ибо государство это средство великолепные используемые для благоустроения жизни народа государство заботится о том чтобы собирать налоги раз при перераспределять средства заботиться об обороне заботиться о чистоте заботиться о здравоохранении заботиться о том о чем в тот момент когда приходят люди говорят государство превыше всего deutschland deutschland uber alles германия превыше всего и не только германия была превыше всего когда приходят люди говорят что государство существует для народа а народ существует для государства государство это цель и ради нее и все остальные люди существуют ради нее и когда человек положил жизнь за защищая государство тогда он герой а когда человек погиб каким-то другим способом тогда нужно утешать небах несчастный несчастный человек вот здесь начинается превращение государства и обожествление государства превращение в его в саму цель и эти вещи ужасные потому что в конечном итоге любая а вода зара любое язычество оно требует жертв не всегда кровавых музыка не требует кровавых жертв а государство и кровавых настоящий и многие многие другие вещи то же самое говорит здесь рабеиц хакарама по поводу стяжательства деньги замечательная вещь они всегда всегда к месту еще не было такой ситуации чтобы человеку принесли деньги зарплату например еще что-то скалом эти мне сейчас не нужны деньги берите деньги всегда хороши но когда они превращаются в самоцель когда человек сосредотачивает всю свою жизнь на зарабатывании когда деньги превращаются из средства благодаря которому человек может многое многое себе купить позволить для того чтобы построить свою жизнь правильно это в идеале а когда деньги превращаются в цель ради которой человек живет то он превратил деньги в а вода зара превратил деньги в своего кумира превратил деньги в языческое свое языческое божество и этому божеству он будет служить сравнением которого даже древние язычники не знали об этом-то как раз и говорит рабеиц хакарама сосредоточение всех мыслей и усилий на том чтобы преуспеть в делах им нажить больше денег все мысли человека заклинились на дно деньги 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 человек должен отдавать все свои силы уходы от пятой главе все силы своей души если есть высшие цены что на что на вершине пирамиды деньги нет народ нет государства нет родина нет музыка нет искусства нет наука нет а что всевышний он по главе пирамиды ради близости к нему все все как средство даже даже отдаленное средство даже не обязательно непосредственно но даже косвенное средство при помощи которого мы приближаемся к нему оно все замечательно и оно все имеет свою ценность и свою важность нельзя превращать средство в цель цель она одна поэтому человек должен давать все силы своей души чтобы познать то о чем мы говорили в предыдущей главе а что именно ему следует все время держать перед глазами одну цель цель может быть одна и только одна как конечная цель промежуточных целей средств может быть много а конечная цель это постижение бога близость к нему стало быть настолько насколько человек в силах познать его и он должен посвятить все свои движения труды и досуг тому что помогает достичь этой цели для того чтобы мы искали его он искал потребовал люби бога своего всем своим сердцем и всей душой то есть всеми частями всеми фигурами своей души и это же об этом же говорил пророк в мишлей пыхоль драхэха даэл на всех своих путях знай его то есть чем бы ты не занимался ты отправляешься сейчас на работу ты садишься за стол есть ты разговариваешь с людьми ты слушаешь музыку ты читаешь все что человек делает оно правильно и верно если она встраивается вот в эту самую пирамиду то есть она является средством пусть даже очень очень отдаленным для того чтобы конечном итоге прийти конечной конечной цели если человек отправляя садится сейчас в автобус для того чтобы приехать на работу а на работу он приезжает для того чтобы заработать деньги а деньги ему нужны для того чтобы обеспечить себе кровь еду себе и своим детям а кровь и еда кровь и еда ему нужны для чего для того чтобы поддерживать свое свое здоровье свое существование и все это а существование ему для чего для того чтобы учить тору для того чтобы приближать для того, чтобы приближаться к Богу. Тогда всё, что он делает от посадки в автобус и всё, и всё, и всё, и всё, все эти дальние-дальние, пусть в этой цепочке будут десятки и десятки звеньев, если в конечном итоге они подсоединяются к главной, последней цели, к познанию Бога, то всё это правильно и всё это верно. Но если человек разорвал эту цепочку и превратил какое-то среднее звено, превратил его в самоцель, то он не язычник. Он не дал ослужить. И об этом же говорили наши мудрецы в папберке. А вот, и всё, что ты делаешь, пусть будет сделано лошем шамаем во имя небес. Ну, будем считать, что эту тему Абвагазара мы осветили. Едем дальше. Дальше в Десятисловии, это 20 глава, 4 стих. Не делай себе изваяния и никакого изображения того, что вверху на небе, и того, что внизу на земле, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им. Ведь я, Господь Бог, твой Бог ревнитель, карающий детей за вину отцов до третьего и четвертого поколения, тех, кто ненавидит меня, и творящий милость тысячам поколений, любящих меня и соблюдающих мои заповеди. Так, не следует путать. Здесь есть два разных утверждения, два разных запрета. Не делай себе изваяния и никакого изображения. Это одно. Не поклоняйся им и не служи им. Это совсем другое. То есть даже если человек делает запрещенное изображение, вовсе не с целью ритуального, не собирается ему служить, не собирается перед ним бить земные поклоны, креститься на него и курить перед ним фимиам, при всем при том он запрет нарушил, не делая себе изваяния и никакого изображения. Нам только нужно четко определить, что же именно Тора запрещает, какие именно изображения запрещено делать. На первый взгляд мой вопрос не понятно. Значит, какие? Написано, делай себе и никакого изображения. Никакого изображения? Ничего нельзя изображения. Если мы обратимся к Талмуду, который изучают этот самый отрывок и еще целый раз, на самом деле, этот запрет изображений, он указан в Торе еще целый, еще в нескольких местах, то картина получается более сложная. Есть вещи, которые можно изображать, и есть вещи, которые нельзя изображать. В другом месте в Торе сказано, ло таасун и ти, лоя ке севзав. Не делайте при мне, не делайте мне, не делайте при мне, божества золотые и серебряные. Что значит не делайте при мне? Отсюда Талмуд делает ряд выводов. Прежде всего, то, что запрещено для изображения, это те, которые при мне. То есть, служители Всевышнего. Понятно, что самого Всевышнего нельзя изображать, самоочевидно. Причем не только изображать его так, как изображали его христиане, но и даже самым-самым абстрактным образом, символическим, самым-самым-самым абстрактным, тоже нельзя. Если на каких-то изданиях книг рисуют какой-нибудь яркий луч света или какое-нибудь светлое облако где-то там наверху для того, чтобы чисто символически обознать Всевышнего, то этим нарушается очень-очень строгий запрет. Никакой образом нельзя его изображать. Любая попытка его изображения, даже символическая, она, в общем-то, а вот азара, она подходит, потому что человек представляет себе Всевышнего как часть этого материального мира, так что можно что-то ему уподобить, можно увидеть какой-то символ, можно представить себе какое-то его символическое изображение. Эта вещь очень-очень строго запрещена. Но запрещено и изображение всех служителей Всевышнего. Что значит служители? Муд разделяет это на высших служителей и низших служителей. Мадора и Льон и Мадора тактон. Мадора и Льон, прежде всего, запрещено изображение, которое видели пророки. Это то, что в видении меркава, колесница, а именно это четырехликое такое существо, у которого один лик – это человеческое лицо, второй лик – это львиное лицо, третий лик – это бычье лицо и четвертый орел. Вот подобного рода четырехглавые, четырехличное, четырехликое творение изображать ни в коем случае нельзя. Нельзя изображать и ангелов. Вот здесь вопрос, а что значит изображать ангелов? А как их можно изображать? Они тоже бестелесные. Ну, прежде всего, нельзя их изображать так, как их видит человеческая фантазия, то есть приблизительно то же, что и делали христиане, изображать людей с ангелами где-то в области спины верхней части или еще что-нибудь в этом роде, так, как себе представляет человек, тоже нельзя. Нельзя изображать ангелов. Это Мадор и Льон – высшие служители. Но и Мадор-Тахтон, то есть нижняя область, она тоже запрещена к изображению. Вот здесь, если у нас редко бывает ситуации, в которых нам хочется нарисовать какого-нибудь ангела, а уж тем более четырехликое, то самое четырехликое творение в ведении Меркава, то вот следующее – это несколько проблематично, а именно имеется в виду Луна, звезды, знаки зодиак и созвездия. Что значит Луна и звезды? Хотя есть мнение, что имеется в виду только то изображение Солнца и Луны, которые были использованы у язычников, то есть Гелиос, как царь, который едет на колеснице, запряженной лошадьми и так далее. Но Лай-Алла-Ха практически, как практический закон, принято другое мнение, что запрещено изображать даже вот самым простым видом, то есть солнечный круг, нечто похожее на круглую желтую яичницу где-то там на небесах тоже запрещено изображать, звезды, тоже запрещено изображать и Луну тоже запрещено изображать. Нет запрета держать дома изображения, по крайней мере, плоские, Луны, Солнца и так далее. Потому что, хотя Талмуд говорит, что есть изображения, которые нельзя держать дома, из-за опасения того, что кто-то подумает, что мы им втихаря поклоняемся, что мы такие скрытые язычники. А поскольку в наше время, по крайней мере, там, где мы с вами живем, Солнцу и Луне уже никто не поклоняется, то нет запрета держать их дома. Как-то я видел в одной книге, написано, что если еврей живет в Японии, то это уже бабушка на дуне сказала, может быть, ему держать дома изображение Солнца так и не следует. Ну, по крайней мере, тем, кто не в Японии, это не вопрос. Итак, нельзя изображать Солнце, нельзя изображать Луну и звезды. Созвездия тоже. Знаки Зодиака. Там, где они со звездами вместе, это действительно проблема. Ну, а если мы хотим изобразить просто-напросто льва? Был пока что вопрос. Почему с тех пор, как на ковчеге были установлены два ангела, их все время изображают? Значит, на ковчеге были, в мешкане были изображены, просто изображены, были сделаны изваяния двух керувов, керувим, почему они были сделаны, ибо это заповедь Торы, они должны были сделаны именно так, как они, как было установлено, то есть любой отход, шаг в право, шаг в лево, был бы уже нарушением, если бы сделать их не два, а три, если бы сделать их не золото и серебра, еще чтобы, то это было бы запрещено. Те, кто их изображают, в некоторых случаях, может быть, это и нарушение, в некоторых нет. Мы увидим, что есть определенное разрешение. Может быть, я тогда уже забегу вперед. Все то, что я перечислил до сих пор, что нельзя изображать, есть разрешение изображать их в педагогических целях. То есть, если я должен кого-то чему-то обучить, то для обучения я могу нарисовать все, что угодно. В частности, если мы говорим о небесах, о телах небесных, солнце, луна, звезды и так далее, если я сейчас даю урок по астрономии или по каким-то еще наукам рядом, то, безусловно, имею право их нарисовать. Или, как говорит Мишна в трактате Рошешана, что Рабан Гамрель, который расспрашивал свидетелей о Новолунии, то у него в его комнате были изображения серпа Луны, а для того, чтобы он мог показать свидетелям и сказать, ну-ка, покажи, какой серп ты видел, для того, чтобы понять, действительно ли они говорят правду или только придумывают. Значит, вот в таких вот педагогических целях для того, чтобы объяснить, для того, чтобы обучать, можно рисовать. Стало быть, если я хочу в книге дать некоторые представления людям, что представлял собой ронакодыш с крювим, и мне для этого, предположим, нужно нарисовать, иначе люди не поймут, тогда здесь запрет не нарушается. Но если это изображается для эстетических целей, целей, то, безусловно, эта вещь запрещенная. Был большой-большой, очень-очень много споров, было вокруг изображений львов. И можете зайти иногда в синагогу и увидеть, что на ронакодыш висит полог, называется порохе, на нем изображение двух скрижалей с десятисловием, а скрижали не будут просто так держаться, парить в воздухе, а держат их два льва. Многие раввины отказывались заходить даже в такие синагоги. Лев это один из знаков зодиака. Мы сказали, что изображения знаков зодиака исключаются. Как же можно еще не просто так изображать львов, а еще и вешать их в синагоге, еще и вешать их на ронакодыш. Многие защищали этот обычай, но очень многие раввины писали об этом очень-очень резко, что ни в коем случае подобных вещей делать нельзя, и нужно снимать порох, на котором изображены львы. Теперь что касается изображений, еще одно изображение, до которого мы дошли, не дошли из запрещенных, это человек. Ведь мудрецы говорят, что то, что сказано еще раз лотосу идти не делайте мне, не делайте при мне, не делайте золотых и серебряных богов, объясняет Алмуд, что можно это прочитать. Слово идти со мной при мне, прочитать его как отти, то есть не делайте меня, не изображайте меня. Всевышний так говорит нам, вы меня пожалуйста не изображайте. Имеется ввиду не только те изображения, о которых я говорил раньше, то есть символические, абстрактные и тому подобное, имеется ввиду еще просто простая вещь, поскольку пророкам, когда Всевышний давал пророческое видение, то они в пророческом видении видели образ человека, который им вещал, то вот тот образ человека, который был в пророческих видениях, его и ни в коем случае нельзя изображать. Получилось, что изображение человека тоже запрещено. Кто запрещен? Четырехликое творение, ангелы, крувы, звезды, луна, солнце, и дошли мы сейчас до человека. Конкретно это означает, что запрет он не только в том, чтобы создать рельефное изображение человека, то, что называется здесь песель, то есть скульптуру, запрещено рисовать человека и изображать его и плоско. На плоскости тоже запрещено. Но запрет это касается изображения человека полностью. В тот момент, когда он изображается не полностью, то здесь уже очень-очень многие авторитеты разрешают. И хотя сделать бюст человека это на практике запрещено, несмотря на то, что бюст это только часть человека и вовсе не целиком его вся фигура, но вместе с тем это запрещено. Но если изображается человеческий профиль, то с точки зрения закона это не запрещено, даже если этот профиль выпуклый, даже если это барельеф. Вместе с тем, хотя по закону это разрешено, но это не принято. и скажем в Израиле не принято делать монеты, почти во всех странах монеты всегда бывают с барельефами царей, политических деятелей, видных людей, то в Израиле не принято делать выпуклые барельефы на монетах. Может быть, очень хотелось, но все-таки вещь не принятая. хотя бы в чем-то государство Израиля относится с уважением к еврейской традиции. Стало быть, изобразить человека в профиль не полностью, так, чтобы деталей не было, то это изображение разрешено, и не только плоское, как мы сказали, но и вогнутое, и с точки зрения закона, хотя не принято, даже и выпуклое тоже. Что касается всех остальных, ну, а рисовать животных, зайчиков, попугайчиков, лошадей и так далее, это можно. Нет никакого запрета их изображать. В чем вопрос, почему знаки зодиака запрещены? Не потому, что им поклоняются, это разные вещи, никак не связаны, запрещено изображать все, что относится к, как это сказано, к окружению Всевышнего. Шамашим мои служители, как сказано, не делайте при мне, не делайте со мной золотых и серебряных богов. То есть, как объясняет этот алмуд, все, что все те служители, которые рядом со мной, и не только из высшего мира, то есть, ангелы и тому подобное, но и из низшего мира. Что имеется в виду? Солнце, луна и звезды. Не будем забывать, что даже название солнца, шемеш, такого слова происходит, шанаш, то есть, служитель. Это те самые служители, которые есть в нижнем физическом мире, солнце, луна и звезды, их нельзя изображать. И это касается не только самих звездочек, то есть, что такое звезды, но это светлые точечки в небе. И снова, я могу не сказать, что есть целый ряд синагоги, ряд городов, в которых это большие и важные синагоги, в которых над Арон-Кодыш есть такой купол, раскрашенный голубым цветом под небо, и в нем яркие, яркие, желтые звездочки, строго говоря, это тоже негоже еврею рисовать подобные вещи. Нельзя это делать. Но даже изображение знаков зодиака, хотя вроде бы это не сами звездочки, а это только те символы, которые создают звездочки, они тоже запрещены. А уж тем более, когда это рисуется вместе со звездочками. Какой-нибудь водолей, водолей как водолей, и еще звезды, которые его и образуют. что касается, как мы сказали, всех остальных животных, не те, которые не являются знаками зодиака, то их можно не только рисовать, их можно и лепить, можно делать их статуи, в этом запрета нет. Ну вот, пожалуй, мы обрисовали, что можно и что нельзя изображать. не поклоняйся им и не служи им, ведь я, Господь, Бог твой, Бог ревнитель, карающий детей за вину отцов до третьего и четвертого поколения, тех, кто ненавидит меня. Палмут спрашивает, как же так сказано здесь, что Всевышний карает детей за вину своих отцов, а в другом месте написано, что сын не понесет вину за своего отца, есть явное противоречие между двумя источниками. Отвечает Талмут, противоречие это мнимое, потому что речь идет о разных ситуациях. Есть ситуация, в которой сыновья, потомки продолжают гнуть линию своих отцов, есть ситуация, в которой потомки живут своей жизнью и не совершают те самые грехи, которыми грешили их отцы. Так вот, то, что сказано здесь в Торе, что я бог ревнитель, карающий детей за вину отцов, имеется в виду то есть речь идет о тех детях, которые продолжают линию своих отцов, живут так же, как их отцы и грешат теми же самыми грехами. То есть это уже становится такой грех наследственный, который переходит как эстафета от поколения к поколению. И слова, которые сказаны здесь, означают следующее. До определенного времени Всевышний не наказывает людей за их грехи. И есть долготерпимость Всевышнего, он эрехапаим, он долготерпелив и не наказывает одно поколение, даже следующее поколение, второе, даже третье. Но вот если грех переходит по эстафете уже в четвертое поколение, то здесь всякой долготерпивости есть предел. Здесь оно заканчивается. И тогда четвертое поколение оно получает все то, что до сих пор было только задолженность предыдущих поколений. Понятно, что если представить себе три поколения грешников, которые грешат и никаким образом не расплачиваются, то задолженность вырастает голоса. И если все это упадет на головы четвертого поколения, то, по идее, от него просто уже мокрого места не должно остаться. Мудрецы говорят, что такого произойти не должно. То есть, чтобы были подряд четыре поколения, людей, ушедших от Торы и ее законов, ставших грешниками, такого не бывает. Во-первых, она как-то не бывает. Разве нет людей, которые совсем-совсем уходят? Да, конечно, есть. Но они полностью уже ассимилируются, и они теряются для еврейского народа, их уже не найдешь. Четвертое поколение это центрифуга такая своеобразная. либо в третьем-четвертом поколении начинается возвращение к Торе, либо уже теряется всякая связь с евристом. Но так, чтобы были четыре подряд поколения, которые считали бы себя евреями, жили бы среди евреев, ассоциировали бы себя с евристом и не исполняли законов Торы, и не жили бы по законам Торы, вот такого не бывает. Можем протянуть три поколения, а не четыре. Четвертое поколение это развилка, либо туда, либо сюда. «Я, Господь Бог, твой Бог ревнитель, карающий детей за вину отцов до третьего и четвертого поколения, те, кто ненавидят меня, и творящий милость тысячам поколений любящих меня». Здесь явная диспропорция. Что касается нарушителей, что касается грешников, то вина здесь идет до четырех, до четырех поколений, а что касается творящей милости тем, кто любит меня, то это идет на тысячи поколений. То есть иногда многие, многие, многие поколения живут только тем, что предок где-то в глубокой древности когда-то был настоящий хороший человек, и его и тот Хесет, та любовь, которую он посеял в этом мире, она дает плоды, и плоды эти кормят многие, многие, многие поколения. Следующая заповедь, это уже седьмой стих в двадцатой главе, «Не произноси попусту имя Господа Бога твоего, ведь Бог не простит того, кто попусту произносит его имя». Что означает этот запрет? «Лотисай шем шем лешав» «Не упоминая имя Бога», мы это перевели попусту в оригинале «Лешав». Что означает «Лешав»? Можно перевести это двояко. Имеется ли здесь в виду случай, в котором человек дает ложную клятву и упоминает имя Бога ложной клятвой, то есть клянется для того, чтобы убедить других людей, клянется именем Бога и тем самым ставит имя Бога в качестве подписи под своей ложью. Это безусловно ужасно. Или здесь имеется в виду другое «Шав», то есть это вещь бесполезная, ненужная, попусту, пустая, никчемная и неуместная, неуместное упоминание имени Бога. Что имеется в виду? Ответ имеется в виду и то, и другое. Раши здесь говорит так, попусту это слово означает бессмысленно, понапрасну, упоминание имени Бога понапрасну. И что же такое вот такая вот напрасная клятва, когда человек клянется напрасной клятвой, имеется в виду никому не нужной, не обязательно ложной клятвой. Когда человек клянется о заведомо известном, к примеру, указывая на каменный столб, клянется о том, что он золотой. Все люди видят вокруг, что это камень, каменный столб. Я вам клянусь, что он золотой. Это не только ложная клятва, она и ненужная, потому что все видят, эта клятва никого не убедит, все видят, что это действительно камень. Но имеется в виду не только это, имеется в виду, что даже если, как это объясняет комментатор Рашид, он имеется в виду, что это обязательно клятва, которая извращает действительность. Даже если стоит каменный столб, и человек клянется, что это каменный столб, он тоже нарушает эту самую заповедь упоминания имени Бога зря, потому что это клятва абсолютно бессмысленная и ненужная. Каждый видит, что это камень, и не нужно клятся для того, чтобы убедить людей в том, что это действительно камень. Пристрастие к клятвам это очень нехорошее качество. О нем писал еще рабе Авраам Ибнезра. Смысл упоминания Божьего имени в чем? Почему люди клянутся? Клянутся именем Бога. Они хотят сказать, что как Всевышний это истина, так и то, что я говорю, что я завтра у тебя в 8 утра буду, или что я долг верну самое позднее послезавтра, это такая же истина, как и то, что Бог истина. Вот это смысл клятвы. Получается, что тот, кто мне держит свои клятвы, тот, кто поклялся и не исполнил то, о чем поклялся, то он все равно как отрицает Бога. Продолжает Ибнезра в Египте и до сего дня, а Ибнезра часть своей жизни прожил в Египте, куда он приехал из Испании, в Египте до сего дня сохранился обычай, что человека, который поклялся жизнью царя и не выполнил свои клятвы, его казнят. И если он предложит свою голову даже богатый выкуп, его все равно не избежит смерти. По египетскому закону голову ему оторвут, поскольку всенародно подверг поруганию имя царя. И если так дело обстоится смертным царем, то уж тысячу раз это верно по отношению к тому, что человек должен удерживать свой язык, чтобы не давать своим устам ввести себя в грех, упомянув имя Бога понапрасну. И вот правило. Мы находим, что в десяти речениях в декалоге о награде явно сказано только тогда, когда речь идет о почитании отца и матери. Раз. И это за заповедь повелительную. И о наказании только в двух запретах в декалоге упоминается о наказании по поводу Авудазара, по поводу язычества и по поводу произнесения Божьего имени попусту. Многие думают, что произнесение попусту имени Бога это небольшой грех. Нельзя, конечно, но не страшно. А я вам докажу, что на самом деле это более страшный грех, чем те преступления, которые упомянуты в декалоге потом. Ибо убийца или прелюбодей, а это ужасные преступления, и убийства, и гелой орает, прелюбодьяне, это страшные вещи. Они же не могут все время убивать и прелюбодействовать. Делает это раз в два, может быть, раз в день. Но не постоянно же. Потому отдающий пустые клятвы и клянется по нескольку раз на день. Посмотрите, какого-нибудь торговца на рынке, который клянусь тебе, и тебе клянусь, и тому клянусь, и этого клянусь. По нескольку раз. И до такой степени закоснел в этом грехе, что даже если и пристыдить, как же тебе не стыдно сказать ему? Что же ты теперь-то кляшься? Он говорит, я поклялся, да клянусь тебе, я не клялся никогда. Ибо они предваряют клятву и каждую речь, которую произносят, чтобы придать убедительность им словам. Это обычно бывает именно. Какие люди чаще всего нарушают этот запрет? Именно те люди, у которых обычно в их речи мало правды. То есть у них смешиваются желаемое и действительное, у них смешиваются. И очень часто они выдают желаемое за действительное и в это верят. Но поскольку другие-то люди этому не очень верят, он знает, что ему уже не очень верят, потому что он смешивает желаемое и действительное. Поэтому он постоянно и сыпет клятву. Да клянусь тебе, клянусь тебе тем, клянусь тебе. И если бы у Израиля был только этот грех, то его хватило бы, чтобы продлить изгнание и добавить бед к нашим бедам. Я докажу тебе их безумие, продолжает им Безро. Убийца, убивая своего врага, у нас есть хоть какое-то понимание того греха, того, что привело человека к греху. Если человек доходит до убийства, это значит, что вражда между людьми и ненависть достигла такого нестерпимого накала, что он готов даже его убить. Он переполнен жаждой мщения. А жажда мщения это сильнейшая сила, которая толкает человека, которой очень и очень трудно противостоять. Поэтому хоть какое-то, мы не обязательно скажем, что человек действовал в состоянии аффекта, и поэтому он не отвечает за свои поступки, это вряд ли. Это может быть, но это не всегда. Но, по крайней мере, то, что человеком толкало очень сильная жажда мщения, иначе бы он не дошел бы до убийства, это верно. Значит, хоть какое-то понимание того, как человек до этого дошел, хоть какое-то понимание есть. Прелюбодей, тот, кто вводит роман с чужой женой, тоже мы понимаем. Это тоже очень и очень и очень сильный соблазн для человека. Да, наконец, чужая жена, но, как там, чувству, не прикажешь. Человеку противостоять этому порыву. Тоже мы понимаем. Ну, что делать? Вор. Но тоже есть своя корысть. Тоже работа, тоже проноса. Деньги нужны. Лжесвидетель. Все это мы перечисляем пока что запреты, которые упомянут именно в ДК в дестеречении. Тоже понятно, он стремится либо угодить кому-то, либо на него оказывается давление, что если ты не свидетельствовешь, что мы тебя с работы уволим или еще что-нибудь хуже сделаем. Или отомстить кому-то. То есть есть мотивы, которые не оправдывают ни одного из этих грехников, которые хотя бы дают какое-то понимание и сочувствие человеку, дошедшего до такого греха. А тот клянется ложной клятвой. А ему это зачем? Кто его просил? Кто его тянул за язык? Что за пользу он имеет? Нельзя же сказать, что Ейцер его так давил, подобно тому, как Ейцер гонит Дон Жуана к чужой жене. Там хотя бы понятно, но Ейцер был, что делать? А здесь какой Ейцер толкает человека на ложную клятву? Или клянущийся понапрасну, когда не требуется от него клятвы? Он то хулит имя Бога во всеуслышание и без всякой для себя выгоды. Ради чего? Ради кого? Это только усугубляет этот грех. Понятно поэтому, что у евреев принято даже тогда, когда человек знает, что он прав, даже тогда, когда ему кажется, что эта клятва уместная, принято не клясться, стараться избегать клятв всеми правдами и неправдами. В этом запрете упоминания имени Бога попусту есть еще один аспект. Рамбан пишет так. Мудрецы уже объяснили, что этот стих запрещает клясться славным именем Бога понапрасну. Например, клясться о том, что известно человеку, переиначивая или утверждая, либо переиначивая известные вещи, либо утверждая всем известные вещи. О столбе из мрамора, что он из золота, или из мрамора, то, что он из золота неверно, то, что из мрамора верно. А столб это находится у всех перед лагами. Все, все, все видят. И Талмуд в трактате Брахот говорит еще одну вещь, что всякий, кто произносит благословение, которым не было необходимости, надобности, то, что называется Браха Шейна Цриха, он нарушил запрет, вот этот самый запрет, хотя он совсем не клялся, но он упомянул имя Бога по пусту, и делать этого было нельзя. то есть, хотя человек благословляет Бога, он не, в отличие от того, кто поклялся ложным, он не подписывает Бога под своим вранью. Просто, и ничего такого плохого сказал, человек, скажем, сказал лишний раз Браху, когда не нужно было, благословил Бога, который создал плод дерева. Никакой неправды он здесь не сказал, Бог действительно создал плод дерева, но только ему эту Браху говорить не нужно было. Предположим, в ситуации, в которой он уже сказал Браху раньше, съел уже один плод, он съел одну сливу, а сейчас, забыв, что он уже сказал эту Браху, берет вторую сливу, и на нее тоже говорит Браху Браху не надо было, этой Брахи. Ну и что? Нарушил запрет. Человеку со стороны это может показаться чудовищной дикостью, как нарушил запрет. Что за запрет такой ужасный? Бог, человек только восхвалил Бога, словословие ему воздал. Что здесь такого ужасного? Ужасного. Да потому что само по себе, то есть то, что кажется людям совершенно очевидным, что обязанность человека восхвалять Бога, она Талмуду совершенно не очевидна, потому что на самом деле все наши восхваления, они по отношению к Всевышнему, если уже строго говорить, они оскорбления. Человек становится на молитву и говорит, Акель, Агадоль, 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 что такое Агадоль? Большой. Бог, он оказывается большой, 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 как дом, или большой, как большая комната у нас в квартире. Слово большое подношение И если бы не особое повеление, которое повелевает нам произносить молитву раз, произносить благословение брахот два, но в строго установленных рамках, то мы сами по себе подобного рода выражения, молитвы, словословия, благословения, мы сами по себе бы не стали говорить. Ни в коем случае. И только потому, что Аллаха нам указывают, что можно говорить. Вот это, это и это можно. И в тот момент, когда это можно, это становится уже и обязанностью. Но снова шаг влево, шаг вправо, и конвой стреляет без предупреждения. Это уже нарушение. Сказать одно лишнее благословение, одну лишнюю браху, которую сказать не нужно было, человек нарушает тот самый закон, о котором мы сейчас говорим, произносить имя Бога попусту. Следующая заповедь. Помни день субботний, чтобы светить его. Шесть дней работы и делай все свои дела, а день седьмой и субботу Господу Богу твоему не делай никакого дела, ни ты, ни твой сын, ни твоя дочь, ни твой раб, ни твоя рабыня, ни твой скот, ни переселенец. Гер имеется в виду, что в твоих вратах, потому что в шесть дней создал Бог небо и землю, море и все, что в них отдыхал в седьмой день. Вопрос на засыпку. Здесь написано, что никому нельзя делать работу в субботу. Ни тебе, ни твоему сыну, ни твоей дочери, ни твоему рабу, ни твоей рабыне, ни твоему скоту. Кто здесь не упомял? Кто здесь не упомял? Не упомял, это здесь жена. Все есть, кроме жены. Отсюда вывод, одной жене можно работать с субботом. Всем нельзя, жене. Окей. Что означает эта заповедь? Помни день субботний или как эта заповедь высказана в декалоге в книге Дворим. Там уже сказано, не помни день субботний, а храни день субботний. Шамор из Йома Шаббат, здесь сказано, захор из Йома Шаббат. О том, как нам объяснить эту заповедь, это мы уже посмотрим на следующем уроке.